МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас витает служба информации телерадио компании Гомель. У студии працует Светлана Князева. Глядите в этом выпуске. Сучасные стандарты. Сегодня после капитальной модернизации открылся операционный блок у 3-й Гомельской больницы. В памяти вызволителям распочались мероприемства и примиркованные до дня оборонцев Айчины. Уникальный экспонат зубдагистаричной живелы знайшли на территории сучасного Гомеля. А зараз об этом и иншим больше подробязно. В этом году в больницах Гомельской области будет установлено как минимум 6 компьютерных томографов, что позволит повысить узровень оказания лечебной допомоги. Это станет протягом реализации областной программы развития медицины. Сегодня в ее рамках после капитальной модернизации открылся операционный блок у 3-й Гомельской больницы. Что отрималось сделать на выдаткованные с областного бюджета сроки, ведут наши корреспонденты. 3-я Гомельская городская больница была открыта в 1977 году. С того часа значных ремонтных работ тут не проводилось. Акушерский гинекологический операционный блок, сгодный с предписанием головного санитарного врача Гомеля, закрыли 10 лет тому. Его эксплуатация становилась небеспечной. У 2014-м пошелась реконструкция, але уже у наступном годе ей испынили. Ситуация изрушилась из места только после наведывания установы старшиней Абылвы Конкама Енадим Соловьем. Из особенностей данного объекта он является полностью энергонезависим. То есть при каких-то нештатных ситуациях отключения энергии он обладает своими резервными дизельными генераторами. К объекту подведены медицинские лечебные газы. В нем обеспечена технология сверхсовременными антибактериальными панелями, так называемыми цементно-магниевыми панелями, которые также являются высокоогнестойкими. Это, правда, суршастная операционная. И не только тому, что тут выкоростаны лепшие, будов низшие материалы. Установлено тут обстреливание так само отповедая усим медицинским потребованиям. Наша больница выполняет функции перинатального центра второго уровня, где концентрируются женщины с определенной патологией. В результате этого примерно около 30% женщин рожают путем операции кесарево-сечения. На реконструкцию операционного блока третьей городской больницы из областного бюджета выдатковали каля трех миллионов рублей. Развитию медицины на Гомельчине у Воголе надается значная увага. Пришим, размовы идут им леку и об районных установах. В текущем году мы планируем Ходницкую, стационарную больницу запустить в действие полным объемом строительственных работ, завершающих, конечно, родильный дом Петрикова. И, конечно, основная задача – это обеспечение необходимым оборудованием. В текущем году мы планируем закупку шести КТ. Это даст возможность, особенно в этот сложный период борьбы с ковидом, в первую очередь определять состояние здоровья человека и дальше вести работу по его лечению. Открытие операционного блока можно лишить первым этапом масштабной реконструкции третьей Гомельской городской больницы. Як у первую, так и у другую хвалю пандемии коронавирусу, эта установа обслуговывает тяжарных женщин, хворых на коронавирус. Это робить особливо актуальным створение УМУ, яке дозволяюсь проводить лечения максимально эффективно. В рамках дальнейшего нашего развития на этот год запланировано и уже получен новый компьютерный томограф. Также в рамках цифровизации здравоохранения, о чем говорилось и на 6-м Белорусском народном собрании, будет проведена модернизация локальной вычислительной сети и с дальнейшим подключением к системе республиканской. Поэтому такие планы на этот год. Олег Санцеров, Ольга Коновалова, Валерия Гопанько, телерадокомпания «Гомель». Сегодня у «Гомеля» распочались мероприемства, примеркованные до Дня оборонцев Айчины и Узброенных сил Республики Беларусь. Головным из них стал митинг на Аллее Героев. История Дня оборонцев Айчины начинается с 23 лютого 1918 года, Дня народжения Червоной Армии. В Советском Союзе назывался Днем Советской Армии и Военно-Морского Флоту. В современной Беларуси День оборонцев Айчины и Узброенных сил означается с 1998 года, когда был подписан на ответный указ президентом. Хоть с 23 лютого успремается перш за усе, как святы мужчины, венчуются в этот день усих, кто в разные часы оборонял родиму. Тих, кто на протягу 10 годов доказывал безмежную любовь до своей краины, отданность Айчине, верность долгу и присязе. Наша белорусская армия является одной из самых оснащенных среди стран СНГ, в которой соблюдаются и поддерживаются традиции именно наших дедов, наших прадедов. Ну и самое лучшее, что хочется пожелать для наших жителей города Гомеля и Гомельской области. Лучше рассказывать про войну, чем в этой войне, конечно, участвовать. Поэтому всех с праздником. Вынесены при суд за коктейли Молотова. Криминальная справа разглядалась у суде Чугуничного района Гомеля. Инцидент отбылся летость 10-го жнивня под час протестных акций. Фигуранты – трое молодых людей, один из которых – неполнолетний. Коротко нагадаем сутность здарения. Обвиноваченные набыли бутыльки с запальной сумесью и начали шукать объект, подпал якого мог бы спровоковать массовые беспорадки. Але ожитявить задуманное не отрималось с запильности супрацовников правоохолных органов. Капазбегши затримания, один из зломусников кинул коктейль Молотова у бок милиционеров. По часу попереднего расследования и судового посаджения ни один за виноваченных вину не признал. По сукупности злочинства у троих же Хароу Гомельщины отримали серьезные криминальные термины. С учетом представленных доказательств, обвиняемые признаны виновными в приготовлении к участию в массовых беспорядках, незаконных действиях в отношении предметов, поражающих действий которых основано на использовании горючих веществ. Один из них в угрозе применения насилия в отношении сотрудников ВВД, а еще один в вовлечении несовершеннолетнего в совершении тяжкого преступления. Обвиняемый за совершение указанных преступлений судом окончательно назначено наказание на срок от 5 до 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного и строгого режимов, а несовершеннолетнему в воспитательной колонии. Обращаясь ко всем гражданам, хотелось бы еще раз напомнить о неотвратимости наказания и необходимости соблюдения законов Республики Беларусь. Правоохонники протягивают выявлять особь, які писали у интернете образливое выказывание у адрес супрацовников милиции. Черговый факт установленный 29 вересня, коли у социальной сети была размещена фотография супрацовника милиции Дзержинского районного отдела внутренних справ Минской области. Тогда же знайшлися корыстальники, які, зусім не ведаючи милиционера особиста, почали коментовать фото, ображаючи вартового парадку. Правоохонник не стал терпеть ненормативную лексику у свой адрес и звернулся с ответной заявой о притягнении невядомого комментатора до отказности. Супрацовники Головного управления уластной безопасности Министерства внутренних справ по Гомельской области высветлили особу одного из таких корыстальников – 55-годового Жихара Єльска. Мужчина признался, что поддался впливу закликов с радикально настроенных телеграм-каналов. Это и подштурхнуло его на необдуманное и эмоциональное выказывание. В сети интернет на сайте одноклассников разместил информацию оскорбительного характера в отношении руководителя Дежинского РОВД. Поддался под влияние деструктивных каналов, которые негативно отзываются от органов внутренних дел. Данные сайты уже не посещаю и не доверяю им. Приношу извинения руководителю Дежинского РОВД, глубоко расскажу в этом, в дальнейшем такие поступки совершать не буду. Следшими дадена правовая оценка деянием Жихара Райцентра. Узбуджена криминальная справа по факте образа представника Улады. Чарговый диалог, присвеченный выникам Усебелорусского народного схода, отбылся у Центральной городской поликлинице. Одразу и некольки делегатов от медицинской Галины, начале знаместником старшини Гомельского Гарвы Конкама Аленой Олексиной, сустрелили, связи с керавниками и медперсоналом установ Аховы Здоровья. Первые пытания на парадку дня выникли у Себелорусского народного схода. По словам Алены Олексиной, форум дозволил вызначить основные приоритеты на наступную пятигодку. Почуть разные думки и меркования обменяться в опыта. Считаю, что такой форум дал задел, дал хороший такой уверенный старт для каждого гражданина Республики Беларусь. Независимо от того, какую сферу он представляет, в каком регионе проживает, с каким уровнем своей жизни пребывает. Это прежде всего направление того, к чему мы должны прийти за нынешнее пятилетие. Зразумела основный акцент по часу встречи на развитие медицинской галины, размова об укоронении инновационных технологий, а также оказание доступной и качественной допомоги, начиная с первичного звена. Это мягче вопрос удосконаления механизма диспансеризации, а также проведение скрининговых мероприемствов. А мерковываются и другие накерунки. Тема, как никогда, наверное, актуальна – это здоровый образ жизни, но и культура ответственного отношения. Это все то, что прозвучало на Всенародном Белорусском Собрании. И то, что на самом деле это те все предложения и те все направления, которые в том числе и диалоговая площадка и центральной поликлиники, которым мы в канун проведении мероприятия и наши предложения были направлены. Ну и, как мы видим, они были в какой-то степени учтены. Фонды музея Гомельского палацова-паркового ансамбля пополнились редким экспонатом. Поводли оценок специалистов, ему не меньше за 8 тысяч годов. Фрагмент дагисторичной живелы, прикладной 50 годов тому, знайшла группа студентов. Забальзамованный зуб шарсистого носорога до гигады ляжал под грудами песку. После выявления заховывался у приватной коллекции гомельшан. А сегодня стал часткой экспозиции самого буйного музея региона. Знаходка – еще одно подтверждение того, что по территории сучасной Беларуси колеси гуляли велизарные мамонты и шарсистые носороги. Экскурс у ледниковый период в наступном репортаже. Если мы сравним два зуба шарсистого носорога, то последняя находка, вероятно, принадлежала молодой особе. Археолог Юрий Панкоу держит в руках одну из самых редких знаходок за всю свою профессиональную деятельность. Этот зуб пролежал у земли минимум 8 тысяч годов, причем належит жывелли, якая уже не иснуе. Зараз тяжко уявить, али на территории сучасного Мельникова луга у Гомеле, калісті пасвіліся велизарные мамонты і шарсистые носороги. У ледниковый период тут была низина, побач – рака. Калі место стало абразцаць шмат паверховками, археологічная праца тут пачалі студенты і молодые гісторыкі. У их ліку был у Владимир Литвінов. Падчас раскопок Менавіт Айон выявив тады практична не кранутая часом останкі дагістарычны істоты – шарсістага носорога. У вугуле фонды Гомельськага палацца заховываюць шмат таємні з гісторыї. Так, каліцію палеонталогі тут калісті почав форміроваць сам Фёдор Паскєвіч, был і уладальник палацца. У військові гады каліція була цілком знішчена, а с 46-х почала актуна одновляцца. В Гомельському музііі достаточно багато унікальних предметів палеонталогі, различного періоду. У нас, кстати, є єдінствено на територі Білорусі зуб трагантеріва слона, найдене ще в 1929-м гаду. Здесь в паркі є насквозь і гігантського оленя, і пещерного льва. Одно з буйних папаўненням фонду отбылося не так даўно. Калі у областным центры приступили до реконструкції будовництва на Бережной, на берегах Сожа были знайдзіны рэдкі артефакты. Предметы, якім поводли оценок 10 і нават 50 тисяч годів, вносила хваля прямо на центральний пляж. Пару лет назад, похоже, на находку нам передали гомельські дайверы, які обнаружили її на дні реки Сож, т.е. прямо са дна подняли і передали нам в музей. Зараз колекція налічвая некалькі сотняў падобных артефактов. І великая частка – гэта мумифікованная фрагменты зараз неіснуючых живёл. Для навуки – гэта бесценная знаходкі. І што радує, а малюсё, калісті удар музею перадалі звычайнае гомельчаня. Ганна Кавалёва, Микалайскінціян, Телі радує кампанія Гомель, припатрымці агентства Телі навінаў. На дворје ў апошнітый день зімы будзе пераменлівым. Худкі приход весны ўжо отшуваецца, але чакаюцца і моразы. Даволі халадными будзе ближайшая дні. Надыходзе чайночу прогнозуюцца до мінус трох. А ўось ўдзень слупок термометра пустецца до мінус 9-11 градусал. У ночь на сі раду будзе до 13-ти морозу, чакаюцца сніг і завіруха. А падкі будзе істі на протягу ўсяго дня. А ў шатвер характер на дворје знов змініцца, каля нуля ў дзень і до трох цепла ў ночь на пятніцу. До конца тыдня температура будзе вагацца ад аднагода чатырог цепла і ў дзень, і ў ночы. Гэты і іншая навіна інформація о праектах Телі раду і кампанія Гомель вы можыцца знайсці на нашым сайці ў інтернеті по адресі www.tvrgomel.by. На гэтым выпуск завершан, ўсяго вам добрага і до састрэчы ў ефіры. Эфір телеканала Белару-4 продолжает де-факто. В студії Руслан Габрилёв. Здравствуйте. За прошедшие выходные и пятницу в области зарегистрировано 9 пожаров, на которых один человек погиб, ещё один травмирован, уничтожена одна единица техники. В субботу днём в Гомеле в многоэтажке по улице Советской загорелась квартира. Когда спасатели поднялись к данной квартире, возле неё находился хозяин 80-го года рождения. После осмотра работниками скорой медицинской помощи мужчина был госпитализирован с диагнозом отравления продуктами горения. В результате пожара уничтожен диван в кухне. Причина пожара устанавливается, а рассматриваем версия – неосторожное обращение с огнём при курении хозяина квартиры. Неосторожное курение, как мы видим, одна из наиболее частых причин возникновения пожаров и гибели людей на них. Ещё один похожий случай также произошёл в областном центре. Днём в пятницу в доме по проспекту Октября без признаков жизни в кухне обнаружен нигде не работающий мужчина 1984 года рождения. На одежде остались следы горения, также прогорело несколько досок пола, рядом с которыми обнаружено тело. По предварительной версии, смерть наступила из-за отравления продуктами горения, а пожар мог возникнуть из-за неосторожного обращения с огнём при курении. Все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе проверки Следственного комитета. Тело направлено в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы погибшего. Предположительно, из-за короткого замыкания электропроводки житель Петриковского района лишился своего автомобиля вместе с гаражом. Сообщение о том, что горит машина, поступило около полуночи с пятницы на субботу из деревни Турок. Прибыл на место, спасатели ликвидировали пожар, однако огонь успел полностью уничтожить Ford Focus с 1999 года выпуска и деревянный гараж, в котором он находился. Счастье обошлось без пострадавших. В продолжение автомобильной тематики перейдём к дорожной обстановке. За выходные в области зарегистрировано всего одно серьёзное ДТП. В субботу утром житель деревни Волчья гора вблизи деревни Ямполь, управляя автомобилем МАЗ, столкнулся с тягачом МЗКТ. На закруглении дороги водитель не учёл погодные условия, из-за этого выбрал небезопасную скорость и вследствие торможения, не справившись с управлением транспортного средства, выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с тягачом. В результате ДТП водитель тягача был госпитализирован. Оба водителя имеют водительские удостоверения, соответствующие категории, предварительно были трезвы. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилёв. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале Беларусь4 Гомель новости спорта. В студии Максим Савин. Здравствуйте. Состоялись матчи 15-го тура чемпионата Беларуси по мини-футболу. Центральный поединок проходил в Гомеле. БЧ принимала Оршанский и ВИТ. К сожалению, железнодорожникам не удалось подпортить статистику, показывающим в нынешнем чемпионате идеальный ход энергетика. Первый тайм остался за хозяевами. 2-1. Счет в поединке открыл Евдокимов. Еремин цифры на табло уравнял. Незадолго до сирены на перерыв Гуменюк вновь вывел БЧ вперед. Во втором тайме забивали только Оршанцы. Лазюк восстановил паритет. Ораговик и Рось принесли победу Витену. 4-2. Энергетики, не потеряв пока ни одного очка, занимают первое место в таблице чемпионата. БЧ располагается на четвертом месте. Гомельский ВРЗ в 15-м туре учинил разгром столичной охране «Динамо» 9-2. Хит-трик в активе «Лося». По дублю оформили Чернейка и Клочко. Вагоностроители по-прежнему на второй строке турнирной таблицы. Светлогорский ЦКК свой матч 15-го тура проведет 6 марта. Соперник Борисов-900. Мужской гонбольный Гомель в очном поединке уступил вторую строку таблицы чемпионата страны столичному СКА. Команды встретились в нашем областном центре. Армейцы с первых минут захватили лидерство в счете и до конца поединка инициативы из рук не выпустили. К перерыву гомельчане уступали сопернику 5. Мячей к финальной сирене отрыв возрос до 15. Турнирная таблица СКА сравнялся с Гомелем по набранным очкам. И по дополнительным показателям сдвинул команду Андрея Мочилова на третье место. Стартовал 17-й сезон детского баскетбольного турнира «Славянская баскетбольная лига». Первый тур состязаний среди юношей 2007 года рождения и моложе прошел в Малом зале Гомельского дворца игровых видов спорта. Участвовали четыре команды, две из Гомеля и по одной из Могилева и Речицы. В нынешнем сезоне СБЛ стартовало позже обычного из-за пандемии. Собственно, по этой же причине лига пока не добирает и по количеству участников. В первую очередь из-за рубежа. Организаторы надеются, что вскоре ситуация изменится. По крайней мере, команда из России готова приехать и ждут ослаблений карантинных мер. Мы ни одного тура не пропускаем. У нас единственное, оно продлится до июля месяца, так и захватим июнь. В связи с тем, что два месяца была эта пандемия, не было возможности играть, а так чемпионат пройдет в полном объеме. И надеемся, что там в марте уже российские команды будут приезжать в зависимости от ситуации. Команда Гродненской из Душора имени Сапеги выиграла первый тур детско-юношеской волейбольной лиги мяч над сеткой среди юношей 2006 года рождения. Турнир проходил в Гомеле. Гродненская дружина показала стопроцентный результат, одержав четыре победы в четырех матчах. На второй строке расположились хозяева – волейболисты из Душора «Энергия». Гомельчане проиграли только Гродненской команде. Далее расположились Оршанская из Душор номер два, столичная из Душор волейбольного клуба «Минск» и Солигорская «Дю США Шахтер». Второй тур лиги мяч над сеткой пройдет в марте в Солигорске. С новостями спорта вас знакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь-4».